Духи В сегодняшнем Ивановском чтении мы слышали о тех великих духовных дарах, которыми Господь наш Иисус Христос наделяет своих ближайших учеников, а в их лице всю свою Церковь. Господь говорит апостолам, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Святитель Инатий Кавказский видит в этих словах и насказание. Так святитель пишет, «Под именем змей святые отцы разумеют начинания явно греховные, а под именем скорпионов грехи, прикрытые наружностью, непорочностью и даже добра». Этими словами Господь показывает, что отныне, с того момента, когда Царство Божие пришло в силе, последователи Христа получают власть над нечистыми духами, которые ранее, до пришествия Спасителя, сами обладали человечеством по причине грехопадения. Однако, милостью Божией, все мы искуплены из этой власти великой ценой, ценой крови Сына Божия, ставшего ради нашего спасения Сыном Человеческим. Впрочем, последователи Христа должны более радоваться не тому, что духи повинуются им, ведь, по сути, для человека это не приносит какой-либо существенной пользы. Более радоваться подобает тому, что имя христианина написано на небесах, то есть вписано в книгу жизни. Преподобный Максим Исповедник отмечает, для истинной духовной радости душе недостаточно просто владычествовать над страсями, если она при этом не стяжает добродетели путем исполнения заповедей. И вправду, что может быть больше и желаннее для ученика Христова, чем знать, что его имя вписано Богом на страницах вечности, что он сможет разделиться своим Господом и Спасителем, его Блаженное Царство. Конечно, ничего выше этого нет, и ради этого блага многие христиане готовы были отдать и отдавали свои жизни. Заканчивается же сегодняшний евангельский отрывок следующими словами, в которых выражается радость Господа Иисуса Христа. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Чему здесь радуется Господь? По словам Блаженного Фейфилакта Болгарского, «Как добрый Отец, увидев детей, преуспевающих в чем-нибудь достойном похвалы, так и Спаситель, возрадовался тому, что апостолы удостоились таких незреченных благ, не просто власти над демонами, но и возможности унаследовать Царствие Божие». При этом Господь говорит, что подобная радость была утаена от мудрых и разумных и открытым младенцам. Мудрые и разумные в этом иносказании – это, конечно же, те, кто считали себя лучшими знатоками закона, то есть книжники и фарисеи. И вот эти мудрые, ожидавшие пришествия Мессии и знавшие Его приметы из ветхозаветных пророчеств, в конце концов, не ощутили Его, не распознали Его своей мудростью и разумностью. А те, кто был младенцами знаний закона, те с радостью приняли Христа как своего Спасителя и таким образом оказались ближе к Царству Божию, чем духовные вожди иудейского народа. О чем говорит нам сегодняшняя Евангелие? В первую очередь о том, как человек должен относиться к тем дарам, которые неиспославятся ему Богом. Мы должны помнить, что благодать Божия смотрит не на лицо человека, но на его сердце, на его душу. Если сердце и душа чисты, благодать входит в них и устраивает для себя обитие. Если же сердце нечисто, если оно переполнено другими, недуховными ценностями, тогда, конечно же, благодать Божия не сможет найти в нем для себя места. И такой человек, к сожалению, окажется вне Бога и Его блаженного Царства. Будем же молить всемилостивого Бога, чтобы Он помог нам увидеть себя в нашей жизни. Ведь только таким образом мы станем теми младенцами, для которых важнее не знать о Боге, а видеть Его и общаться с Ним как с единственным источником своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok